Уважаемые студенты, тема сегодняшней нашей лекции – это заболевания пищевода и средостения. Что касается хирургии пищевода, оно относится к наиболее трудным разделам таракальной хирургии. Глубокое расположение и сложные топографо-анатомические взаимоотношения этого небольшого, но важного органа, большое число различных заболеваний и часто встречающихся повреждений, которые грозят опасностью и даже смертельными исходами, трудности инструментальной иногда диагностики и, наконец, чисто технические сложности оперативного лечения определяют актуальность заболевания пищевода. Немного статистики. Заболевание пищевода, как показано на данном слайде, занимает шестое место в структуре заболеваний человека. Среди заболеваний желудочно-кишечного тракта они занимают третье место после заболеваний желудка и прямой кишки. Распространенность заболевания пищевода различная в различных странах. Так, наибольшее их количество отмечается в таких странах, как Китай и Иран. В то же время в Узбекистане количество заболеваний пищевода на 100 тысяч населения составляет примерно 7,6. Большинство заболеваний пищевода на сегодняшний день, к большому сожалению, это онкологические различные заболевания. Вот на данном слайде показана заболеваемость, злокачественное новообразование в Узбекистане за 2015 год. И как вы видите, рак пищевода, он примерно встречается на 6 месте после различных других заболеваний. И эта тенденция, к большому сожалению, опять же не имеет тенденции к снижению. Немного об исторических данных. Хотелось бы отметить, что история развития хирургии пищевода имеет не столь длительное время, как, например, история развития желудка или аппендикса или других органов. Связана она с тем, что расположение этого органа достаточно сложное. И, как правило, оно сопровождалось скрытием грудной клетки, которая приводила зачастую к смерти пациента. Более чем 100-летняя история развития хирургии пищевода проходила непростыми тернистыми путями. Наиболее выдающиеся хирурги прошлого и ненышнего даже века претерпели сокрушительные неудачи, приступая к хирургическому лечению разнообразных заболеваний и повреждений пищевода. Послеоперационная смертность заставляла останавливаться на чисто палеотивных вмешательствах или разделять радикальные операции на несколько, иногда множество этапов. Однако восстановление нормальной функции глотания и питания естественным путем достигалось такими методами далеко не всегда. Совершенствование диагностики, методики, техники и операции на сегодняшний день позволили изменить кардинально многие проблемы хирургии пищевода. Но, опять же повторяю, это шло долгим путем. Так вот, как показано на данном слайде, история хирургического лечения пищевода начинается с 1877 года, когда Черни провел первую успешную резекцию шейного отдела пищевода. Я хочу уточнить, что это шейный отдел, который наиболее подвержен благоприятным исходам, в отличие от грудного или абдоминальных отделов пищевода. Другим ученым, который вложил очень много сил в развитие хирургии пищевода, считается Франц Торак, который в 1913 году впервые успешно выполнил уже трансторакальную резекцию пищевода через левый торакотомный доступ при раке среднегрудного отдела пищевода. Немаловажную роль сыграл хирургия пищевода Микулич, который также трансторакальным доступом хотел, значит, применил вместе с Саурбрухом несколько попыток выполнения оперативных вмешательств на пищеводе, но многие из этих операций не увенчались успехом, но в то же время те основы, которые заложили эти хирурги, Микулич и Саурбрух, на сегодняшний день изучаются хирургами и стремятся хирурги избежать вот этих всех отрицательных моментов, которые были описаны в их монографиях, учебных пособиях по хирургии пищевода. Немаловажную роль сыграли ряд русских хирургов, так в хирурги пищевода вложили большой вклад такие ученые, как Герцен, Юдин, Греков, Черноусов, Петровский, Давыдов. В Узбекистане хирургия пищевода начала развиваться примерно с 1960-х годов, когда впервые была выполнена операция на пищеводе академиком Вахидовым. Кроме него большую роль в хирургии пищевода вложили такие люди, как Ахмед Хаджевич Янгиев, Занед Мухаммадович Низам Хаджаев, Николай Федорович Кротов и ряд других узбекских ученых. Благодаря им на сегодняшний день в Узбекистане выполняется очень много реконструктивно-пластических операций на пищеводе. Открытым путем выполняются также современные эндовизуальные вмешательства на пищеводе. Коротко об анатомо-функциональных особенностях пищевода. Основная функция пищевода – это проведение пищевых масс из ротоглотки в желудок. Сам пищевод представляет собой полую мышечную трубку длиной в среднем 25 см, соединяющую полость глотки с желудком. Длина пищевода у мужчин несколько длиннее, чем у женщин. Связана она с тем, что мужчины имеют телосложение выше, чем у женщины. Пищевод расположен глубоко в заднем средостении, позади трахеи и кпереди от позвоночника. Начинается он у нижнего края перстневидного хряща, что соответствует шестому шейному позвонку, и заканчивается одиннадцатым грудным позвонком в кардиальной части желудка. Шейный отдел пищевода имеет длину примерно 5-8 см, грудной отдел 15-18 см и брюшной 1-3 см. Характерной особенностью формы пищевода является наличие сужений, фронтальных и сагитальных изгибов. Сагитальные изгибы соответствуют изгибам позвоночника, фронтальные зависят от взаиморасположения пищевода с органами шеи и груди. В начальном отделе пищевод расположен строго по срединной линии, затем он несколько отклоняется влево и на уровне третьих-четвертых грудных позвонков располагается левее трахея. А в среднем грудном отделе он вновь отклоняется вправо и, переходя уже через диафрагму в брюшную полость, он вновь отклоняется влево. Различает три постоянных сужения пищевода, которые называют также физиологическими. Верхнее сужение находится на уровне глотопищеводного перехода, это так называемый рот пищевода. Среднее сужение диаметром 15-17 мм находится на уровне бифуркации трахеи, в месте тесного прилежания стенки пищевода к аорте и левому главному бронху. И имеется нижнее сужение диаметром 16-19 мм, которое соответствует интрадиафрагмальной части пищевода. Что касается особенностей строения стенок пищевода, то оно тоже здесь имеет свои особенности. Примерно стенка пищевода равняется 3-4 мм. Необходимо отметить, что пищевод состоит из трех слоев, в отличие от других органов желудочно-кишечного тракта, которые состоят из четырех слоев. Здесь, в отличие от органов желудочно-кишечного тракта, нет серозной оболочки. Она имеется лишь в той области пищевода, которая находится в брюшной полости, то есть в абдоминальной части пищевода. Остальные отделы, то есть шейный и грудной отдел пищевода, не имеют серозной оболочки. Это и делает хирургию пищевода очень сложным, так как нет той опоры, за которую может зацепиться нить. При накладывании швов эти швы в результате того, что вы накладываете на слизистую, подслизистую мышечные слои узлы, они могут прорезываться при сильном затягивании. А если вы узел не дотянете, то также есть вероятность несостоятельности этих швов. Вот этими отличается хирургия пищевода от других областей хирургии желудочно-кишечного тракта. Это и делает своеобразным хирургическую технику пищевода. Поэтому и люди, занимающиеся хирургией пищевода, считаются технарями в хирургии. Итак, пищевод имеет слизистой слой, подслизистый и мышечный слой. Мышечный слой состоит из двух слоев – внутренней циркулярной и наружней продольной. В результате сокращения этих мышц происходит продвижение пищевого комка из глотки в полость желудка. Как вы видите на данном слайде, пищевод имеет вот такое строение. И в нем различают шейный отдел, как я уже ранее сказал, который находится в основном в области шеи. Затем идет грудной отдел пищевода, он самый длинный, и короткий абдоминальный отдел пищевода. С хирургической точки зрения различают, кроме этих трех отделов, его подразделяют на 9 отделов, которые показаны на данном слайде. Кровоснабжение пищевода имеет выраженный сегментарный характер. Шейный отдел получает кровь из ветвей нижних щитовидных артерий, реже из ветвей левой подключичной артерии или щита шейного ствола. Верхняя треть грудного отдела пищевода снабжается кровью из конечных ветвей нижних щитовидных артерий, а также щита шейного ствола, а также в основном оно кровоснабжается за счет бронхиальных артерий и межреберных артерий. А нижняя часть пищевода кровоснабжается за счет верхних идущих ветвей левой желудочной артерии. Как вы сами понимаете, это кровоснабжение очень такое не магистральное, а рассыпчатое, поэтому нарушение кровоснабжения пищевода, которое очень часто может встречаться, опять же может привести послеоперационном периоде к несостоятельности швов пищевода и развитию осложнений, которые зачастую приводят к летальному исходу. Вены пищевода представлены в виде четырех сетей. Это субэпителиальная, внутрислизистая, это подслизистым слоем соединительные тканые оболочки. И хотелось бы отметить, что кровь от пищевода отходит по соответствующим основным артериям. При портальной гипертензии кардиальный отдел желудка и нижняя треть пищевода основные места развития портокамальных анастомозов и как следствие варикозного расширения вен могут грозить очень большими профузными кровотечениями. Лимфатическая система пищевода хорошо развита, имеет сложное строение, различает внутриорганные лимфатическую систему и внеорганные. Об особенностях этого лимфатической системы более подробно вы пройдете на курсах онкологии. На данном слайде вы видите, насколько много лимфатических узлов имеет сам пищевод. Источниками иннервации пищевода являются блуждающие нервы и пограничные стволы симпатических нервов. Главная роль принадлежит парасимпатической нервной системе. Блуждающие нервы проходят с двух сторон от пищевода. Переходим к методам исследования пищевода. Основную роль в исследовании пищевода, как и органов грудной клетки, занимают рентгеновские методы исследования. Следующая роль принадлежит эндоскопическим методам исследования, которые уже дают больше информации, чем, например, в хирургии легких. Радиоизотопное исследование имеет значение, особенно для определения локализации опухолевого процесса. Но, если честно, в последнее время, благодаря развитию компьютерной томографии и улучшению качества изображения за счет эндоскопических исследований, радиоизотопное исследование пищевода практически на сегодняшний день не применяется. Следующим методом исследования, который также имеет в последнее время приобретает популярность, является ультразвуковое исследование. Ультразвуковое исследование, значит, через кожное, оно в таком виде не применяется здесь. Здесь ее роль принадлежит, то есть улучшается за счет проведения эндоскопического исследования, где на конце, когда эндоскопического, значит, датчика, то есть эндоскопа, имеется ультразвуковой датчик, который позволяет определить глубину поражения опухолью, значит, стенок пищевода. Следующие методы исследования, такие как внутрепищеводная пиашметрия, изучение моторики, они также имеют свое значение, особенно в, значит, диагностике таких заболеваний пищевода, как ахолазия кардии, это изучение моторики, и второе, если внутрепищеводную пиашметрию берем, оно применяется в процессе диагностики рефлюксной болезни или же гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. На данном слайде показан эндоскопический метод исследования пищевода, эзофагоскопия. Она нам позволяет на сегодняшний день выявить все возможные заболевания пищевода, охарактеризовать ее слизистую, наличие в нем образования, наличие в ней сужений, определить объем патологического процесса, взять биопсию и провести лечебные манипуляции в виде бужирования. И, как я уже сказал, наличие сегодня на конце эндоскопа ультразвукового датчика позволяет определить глубину поражения опухоли у стенок пищевода и тем самым выбрать необходимый метод лечения. Но бывают случаи, когда эндоскоп не может пройти через суженный отдел пищевода, и тогда в этой ситуации нам помогают рентгеновские методы исследования. Рентгеновские методы исследования проводят путем контрастирования дачи, значит, жидкого бария-СО4, которые позволяют нам определить проходимость пищевода, наличие в ней инородных тел, участки расширения, или же участки какие-то сужения, связанные со структурой доброкачественной, либо опухолевым процессом. Ну, посудить, что это опухолевой процесс или структура, нам позволяет компьютерная томография. Классифицируя заболевания пищевода, здесь можно выявить следующие ее подразделы. Первое – это пороки развития пищевода. К ним относятся врожденные атрезия пищевода и пищеводно-трахеальные свищи. Второе – это врожденные стенозы пищевода. Третье – это врожденная мембранная диафрагма пищевода. Врожденный короткий пищевод, врожденные изофигиальные кисты и аномалия сосудов пищевода. Сгруппируя эти все заболевания, можно сказать, что эти заболевания, как правило, встречаются уже при рождении, и немедленное их неустранение, то есть если вы не устраните их вовремя, то это приводит, как правило, к резкому истощению и смерти ребенка. А проявляются они тем, что возникает либо повышенное поступление слюны в ротовую полость и срыгивание пищевых масс, а именно молока матери, которую ребенок в этот момент принял. Следующее – это повреждения пищевода. Они бывают травматического характера и термического характера, ожоги пищевода. Травматические повреждения, в свою очередь, подразделяются на наружные и внутренние, то есть если идет какое-то повреждение снаружи или же изнутри. Изнутри, когда, как правило, проводят какие-то различные диагностические либо лечебные манипуляции путем эндоскопии. Ожоги пищевода, в свою очередь, опять же, разделяются на термические и химические, о чем мы поговорим еще дальше. Кроме этого, выделяют дивертикулы пищевода. Это мешкообразное расширение стенки пищевода, которые бывают пульсионными и тракционными. Различают эзофагит – это воспалительное заболевание. Следующая группа заболеваний – это опухоли пищевода, которые делятся на доброкачественные и злокачественные. Следующая группа заболеваний связана с нарушением моторики пищевода. Это ахолазия кардии, кардиосфазм или же эзофагоспазм. Хотелось бы отметить, что среди этих всех заболеваний, к большому сожалению, на первом месте по чистоте встречается рак пищевода. Как вы видите на данном слайде, рак пищевода составляет примерно 60-80% всех заболеваний пищевода. На следующем месте стоят такие заболевания, как кардиосфазм или же ахолазия кардио, которые встречаются примерно в 5% случаев. Реже встречаются рюкцовые структуры и дивертикулы пищевода, и очень редко это различные воспалительные заболевания пищевода. Как я уже показывал, ранее рак пищевода в Узбекистане встречается в 3,4% случаев от всех заболеваний злокачественных, которые имеются у человека. Объединяя все жалобы и симптомы заболеваний пищевода, мы хотим либо сказать, что они проявляются основным клиническим проявлением заболеваний пищевода – это дисфагиями. Дисфагия различает 5 степеней. Первая степень – проходит любая пища, но при глотании твердой пищи возникает неприятное ощущение, типа жжение, царапание, иногда боль. Вторая степень – твердая пища задерживается в пищеводе и проходит с трудом, приходится запивать твердую пищу водой. Третья степень – твердая пища не проходит. При попытке проглотить ее возникает срыгивание. Больные питаются жидкой или полужидкой пищей. При четвертой степени – по пищеводу проходит только жидкая жидкость. При пятой степени – полная отмечается непроходимость пищевода. Больные не в состоянии проглотить даже глоток воды, не проходят даже слюна. То есть все заболевания пищевода, они проявляются нарушением проходимости, то есть дисфагией, нарушением глотания, который различает пять степеней. На данном слайде представлены виды рожденных от рези пищевода, как я уже сказал ранее. Они проявляются срыгиваниями и большим количеством отделением слюны у новорожденного. И зачастую, если идет полное отрезе, то возникает ситуация, когда просто идет постоянное срыгивание, то есть уже здесь не рвота, а срыгивание тем, что младенец принял. Если не диагностировать это вовремя, как правило, ребенок истощается и погибает. В диагностике этих ситуаций имеет значение рентген-контрастное исследование пищевода. Отсутствие поступления, значит, контраста дальше по пищеводу свидетельствует о ее отрезе, либо оно может поступать, как на этих, значит, условных рисунках, значит, через бронхи. В этих ситуациях необходимо ранее оперативное вмешательство. Ну, сами, как вы понимаете, эти вмешательства очень тяжелые, травматичные, и бывает успешным лишь в 30, ну, максимум в 40% случаях. И, как правило, даже предпринятое оперативное вмешательство приводит к смерти ребенка. Следующая ситуация, которая может быть встречаться при заболеваниях пищевода, это инородные тела пищевода. Вот представлен рентгеновский снимок, на котором как бы идет, высвечивается инородное тело. Ну, высвечивается инородное тело не всегда, оно должно быть рентген-контрастным, но, как правило, проглоченные инородные тела в пищеводе не имеют контрастность рентгеновскую, поэтому, как правило, это пластмассы или же кости, которые люди проглатывают, не зная, то есть, как бы, не на рожку, а иногда бывает с целью, проглатывают инородные тела, с целью избежать какого-то наказания. В частности, например, были случаи, когда люди, находясь в местах заключения, проглатывали гвозди, которые сомкнуты резиной, и при попадании они в желудок должны открываться. Но иногда бывали, значит, возникали неблагоприятные моменты, когда вот эта резинка с гвоздем раскрывалась в пищеводе. Инородное тело пищевода, если оно просто стоит, то оно, конечно, приводит к неприятным ощущениям в пищеводе, значит, симптомам дисфагии, а если это инородное тело острое, то оно приводит к повреждению стенки пищевода и возникновению и развитию медиастенита, который в 95-97% случаях заканчивается летальным исходом. Диагностировать наличие инородного тела пищевода, кроме обычной, если это рентген-контрастное, значит, инородное тело, можно обзор на рентгеноскопии или, как здесь показано, путём проведения контрастного исследования. Принимается, значит, барий, и затем после опорожнения пищевода смотрится само месторасположение пищеводой. Если какое-то количество бария застряло в определённом участке, это свидетельствует о том, что там есть какой-то, как бы, участок горизонтальный, на котором застревает этот барий, как правило, это бывает инородным телом. И следующим этапом является проведение эндоскопии, с помощью которого удаляется инородное тело. Как правило, если предмет не острый, то его, конечно, можно удалить при помощи эндоскопа через рот, но лучшим вариантом считается, когда это инородное тело дислоцируется в желудок. Откуда затем это инородное тело может по желудочно-кишечному тракту выйти наружу через естественные пути. У нас на практике были случаи, когда вытаскивали инородное тело пищевода эндоскопом. При этом не всегда это всё заканчивалось благоприятно. Поэтому были случаи, когда развивался медиастенит за счёт повреждения стенки пищевода, когда вытаскивалось инородное тело. Поэтому считаем, что инородное тело лучше низвести в желудок, чем его вытащить наружу. Следующие – это пищеводно-бронхиальные свищи, которые могут быть врождёнными, как я уже говорил до этого, а могут быть и приобретенными за счёт различных воспалительных заболеваний, либо трахеи или бронхов, либо самого пищевода. Опять же, в диагностике большое значение имеют здесь рентгеновские методы исследования. Мы видим, что при контрастировании пищевода часть контраста попадает в дыхательные пути. Ну и по жалобам пациента, когда пациент жалуется на то, что когда он откашливает, в мокроте или при кашле выделяется то, что он покушал, то есть пищевые массы. Немаловажную роль также играет в этом и эндоскопия, который видит непосредственно эти дефекты. Хочу сказать, что в последнее время большой скачок в определение таких свищей сделали такие методы исследования, как МРТ и компьютерная томография. Путём реконструкции виртуальной пищеводы и трахеи стало возможным увидеть вот эти свищи, не проводя никакую инвазию. Лечение пищеводно-бронхиального свища заключается в разъединении бронхов от пищевода или же трахеи от пищевода. Вроде бы операция какая-то несложная, рассечь его скальпелем и ушить, но хотелось бы отметить, что надо дойти до этого места, а как я уже говорил, пищевод находится в сложной анатомической зоне, поэтому не всегда бывает возможность очень легко и доступно подойти к этому пищеводно-бронхиальному свищу. Ну и наложить швы нужно так, чтобы не нарушить, как бы я уже сказал, кровоснабжение, так как идёт сегментарное кровоснабжение пищевода, ну и плюс швы должны держаться на пищеводе, так как там нету серозной оболочки, которая всегда удерживала, нам помогала при наложении швов. Следующая патологическая ситуация, которая может возникнуть, это ожоги пищевода, которые, как я уже сказал, бывают термического характера, когда пьётся горячая кипячёная вода, ну это, как правило, бывает невзначайно, ну и бывают химические ожоги пищевода, которые тоже, может быть, значит, не преднамеренное употребление какого-то химического препарата, а идёт, ну а как правило, химические ожоги пищевода, особенно у нас в республике, они принимаются с суицидальной попытки. Значит, ожоги мы должны различить на три степени. При первой степени идёт гиперемия и отёк слизистый, во второй степени идёт поражение слизистой оболочки и подслизистой основы, и имеется третья степень ожога, когда поражаются все отделы пищевода. В зависимости от этого также складывается и клиническая картина поражения пищевода и её дальнейшая судьба. На следующем слайде представлены факторы, которые определяют степень поражения пищевода при ожоге. Первое – это характер принятого вещества, то есть, что вы приняли. Это, например, 5-процентный или 6-процентный уксус, или 70-процентный уксус, или серную кислоту. Это имеет большое значение, так как в зависимости от характера принятого вещества и есть действие на ткани пищевода. Вторым фактором является количество принятого вещества, то есть, проглотили вы небольшую капельку этого какого-то раствора, либо вы приняли очень его в большом количестве. Третье – это концентрация раствора, то есть, насколько она была жидкая, могла ли она застрять в пищеводе или же сразу попасть в желудок, либо, если это более густая консистенция, то она наверняка пройдет всю длину пищевода и приведет к очень большому поражению ткани пищевода. Консистенция, ой, я перепутал, концентрация этих веществ, если сказать только концентрация, то это 5-процентная или 6-процентная. Консистенция – это густая или жидкая. Следующее – это индивидуальная чувствительность к принятому веществу, то есть, насколько организм аллергизирован к этому или к тому либо принятому веществу. Морфологические стадии химических ожогов пищевода протекают в следующих стадиях. Первое – это бурное воспаление, затем идет альтерация, затем идет мнимое благополучие, потом идет отторжение некротизированных участков и в последующем в этих отторженных участках развиваются рубцы. Что касается клинической картины ожогов пищевода, то она разделяется на 3 стадии. Это острая стадия, стадия мнимого благополучия и стадия образования стриктуры. Острая стадия, она длится от 5 до 10 суток. Как правило, в этой стадии больные должны лечиться у анестезиологов-реаниматоров. В этой стадии отмечается боль в области рта, глотки, загрудины, в эпигастральной области, идет гиперсолевация, дисфагия и развивается шок в ближайшие часы после принятия этой жидкости. В результате идет ожоговая токсимия, которая начинает превалировать и в результате которого может наступить смерть пациента. Если пациент выписывается из этой ситуации, то есть выходит из этой ситуации, то развивается стадия мнимого благополучия, которая начинается от 7 до 30 суток. В результате отторжения некротизированных тканей пищевода, это примерно первая неделя после получения химического ожога, принять пищу становится несколько свободным, так как начинают отторгаться вот эти ткани. Но в этой стадии, почему она называется мнимое благополучие, потому что могут развиться из-за отторжения техникротизированных тканей такие грозные осложнения, как пищеводные кровотечения, перфорации стенки пищевода, а при наличии обширных раневых поверхностей сепсис, которые, как правило, приводят к смерти также пациента. А при развитии кровотечения или перфорации необходимо хирургическое вмешательство. Следующая стадия – это образование структуры, которое начинается от 2 суток до 6 месяцев, а иногда оно идет годами. На стенке пищевода различной протяженности имеются вялозаживающие участки, которые затем покрываются струпом, и затем они разрастаются соединительной тканью, которые приводят к нарушению прохождения пищи по пищеводу. На этих слайдах вы видите различные структуры пищевода, это рубцовое сужение развившееся. Слева две картинки – это ожоговая структура, короткая, на уровне глоточно-пищеводного перехода, то есть в самом начале отхождения пищевода от глотки. Вторая – это структура средней трети пищевода, также она короткая, как вы видите. В следующем справа двух слайдах показана протяженная уже ожоговая структура средней и нижней трети пищевода. Ну, здесь также показаны различные варианты протяженных структур пищевода. Среди осложнений, вызванные химическим ожогом пищевода, мы выделяем ранние и поздние. Значит, ранние осложнения – это шок, отек гортани, гемолиз, от которого, как правило, развивается летальный исход. Среди поздних осложнений – это развитие структуры и истощение вследствие того, что пища не поступает из ротовой полости в желудок по пищеводу. Хотелось бы отметить, что сегодняшняя анестезиологическая реанимационная служба позволяет нам многих больных с химическими ожогами пищевода вывести из трудной критической ситуации. И, как правило, у них в дальнейшем развивается позднее осложнение – это структуры и истощение, которые требуют хирургического, как правило, вмешательства. Кроме этих осложнений выделяют легочные осложнения, которые также делятся на ранние и поздние. Среди ранних осложнений – это острый трахиобронхит, пневмония, пищеводно-бронхиальный свищ. Среди поздних осложнений – это абсцессы, бронхоэктазы, пищеводно-бронхиальные свищ. Имеются прочие различные осложнения. Это при развитии в раннем периоде перфорации – это медиастениты, перикартиты, эмпиемы, кровотечения, которые также могут привести к смерти пациента. Ну и различные другие осложнения, которые встречаются в дальнейшем – это инородные тела вследствие структур пищевода, это развитие дивертикул. Также высшее место участка структуры пищевода – это грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Это перерождение участка структур в злокачественность заболевания. И различные осложнения после бужирования или при бужировании. Лечение ожогов пищевода, как я уже сказал, на ранней стадии оно проходит в реанимации. Проводят нейтрализацию яда путем промывания ротоглотки пищевода, желудка обильным количеством воды. Второе – это снятие интоксикации и боли путем внутривенных различных инфузий и обезболивающих. Нормализация водно-солевого обмена – это противовоспалительная терапия. Это на начальном этапе параэнтеральное питание. Нормализация функций сердечно-сосудистой системы. Нормализация функций почек, профилактика дыхательных нарушений и уход за полостью рта. Это, как правило, проводится в первой, то есть в острой периоде химического ожога пищевода. В дальнейшем пациент переводится в хирургическое отделение, где, если принято достаточно большое количество концентрации химического агента, то проводят раннее бужирование пищевода для профилактики развития стриктур. Бужирование пищевода осуществляется, вот как здесь показано, без конца, либо различными бужами, либо эндоскопом. Конечно, процедура, она неприятная, но она может провести профилактику развития стриктур пищевода, если имеется небольшое поражение стенок пищевода. Ну, хочу сказать, что бужирование достаточно эффективный метод, но бывают ситуации, когда необходимо хирургическое вмешательство, то есть путем бужирования невозможно провести открытие каких-то стриктур, развившихся, особенно когда имеется, значит, концентрически суживающаяся стриктура или же очень протяженная стриктура. Вот на данном слайде показаны варианты оперативных вмешательств при коротких стриктурах пищевода. Проводится иссечение этого участка, как правило, это не более одного сантиметра, и накладываются, значит, швы конец-конец в пищеводе. Либо второй вариант, проводят рассечение продольное пищевода и его ушивают затем поперечно, для того, чтобы провести расширение этой области пищевода. Ну, как вы сами понимаете, в зависимости от локализации этого суженного участка, также добраться до него очень сложно, и хотя это как бы вроде бы банальная операция на брюшной полости, то есть соединение двух концов какого-либо полого органа, но на пищеводе это выполнить очень и очень становится сложным. Бывают случаи, когда невозможно провести такую минимальную операцию, то есть иссечь и приблизить своими тканями пищевод, либо расширить его путем продольного иссечения и затем поперечного ушивания. В таких ситуациях, когда невозможно вот такое, выполнить пластику своими тканями, выполняют пластику другими органами желудочно-кишечного тракта, как показано на данном слайде, это путем проведения сегментарной пластики пищевода толстым кишечником. Кишечник толстый на сосудистой ножке укладывается в участок, где имеется сужение пищевода, то есть обходя этот участок, создавая как бы шунт, выполняется это исследование, но чаще проводит резекцию пищевода с ее заменой в определенном расстоянии участком толстого кишечника. Но редко бывает, чтобы мы замещали какой-то участок пищевода, выполняли пластику определенного участка пищевода, как правило, выполняется замена всего пищевода от ротоглотки до желудка, как показано на следующем слайде. Хотелось бы отметить, что среди полых органов, которые бы заместили пищевод, кроме толстого кишечника, еще используется желудок, из которого выкраивается трубчатая структура, как показано на следующем слайде. И сегодня считают, что пластика пищевода с желудком наиболее эффективна в плане снижения осложнений в послеоперационном периоде и сохранением физиологичности процесса глотания. Ну и еще используют тонкий кишечник, который стоит на третьем уровне после толстого кишечника в пластике пищевода. На этом слайде вы видите момент оперативного вмешательства, когда из желудка выкраивается такая полая трубка. Вот такие сложные оперативные вмешательства, которые выполняются при протяженных структурах пищевода. Сегодня эти оперативные вмешательства у нас стране выполняются и довольно успешно. Ну, в целом, хотелось бы отметить, что лучше провести профилактику раннюю развития структур, чем выполнять такие тяжелые, травматичные и порой заканчивающиеся драматично такие пластики пищевода. Имеется в виду при ожогах пищевода. Следующая нозологическая единица, которая встречается в пищеводе, это дивертикулы. Дивертикулы – это ограниченное мешкообразное выпячивание стенки полового органа, в данном случае пищевода. Дивертикулы пищевода бывают пульсионными, тракционными и смешанными. Пульсионные дивертикулы по механизму образования – это такие дивертикулы, которые развиваются вследствие того, что стенка пищевода выпячивается за счет того, что она не может провести пищевой комок через суженный какой-то участок. В результате участок, стоящий в стенке пищевода над этим суженным участком, расширяется и развивается дивертикул. Тракционные дивертикулы развиваются вследствие воспаления окружающей ткани пищевода, которые затягивают стенку пищевода и ее выпячивают. Иногда встречаются смешанные, то есть пульсионно-тракционные, когда тракционно чуть-чуть окружающая ткань вытаскивает стенку пищевода, а затем присоединяется пульсионный механизм, и стенка пищевода еще больше выпячивается. Дивертикулы пищевода в зависимости от места расположения делятся на глоточно-пищеводные, или же его называют по автору ценкер, ценкеровские. Следующий участок расположения, как правило, значит, дивертикулов, это в области бифуркации трахеи, это бифуркационные. И третье место образования дивертикулов – это над, значит, диафрагмой, или эпифренальные дивертикулы. На данном слайде вы видите схематическое и рентгеновское изображение дивертикулов пищевода, как они сами развиваются. На данном слайде представлен ценкеровский дивертикул или глоточно-пищеводный. Он располагается самым, как вы поняли, начале пищевода и проявляется клинически тем, что у пациента появляется небольшое выбухание в области шеи, которая клокочет, и симптомами дивертикула пищевода в области глоточно-пищеводного перехода является срыгивание пищи или отрыжка воздухом более часто, когда этот дивертикул сокращается. Иногда при больших дивертикулах ценкеровских возникает неприятный запах изо рта, и этот дивертикул наиболее легко диагностируется. Следующий дивертикул, который наиболее часто встречается, это дивертикул бифоркационный. Если честно сказать, он не всегда диагностируется и клинически проявляется лишь сухим кашлем. Поэтому не всегда пациенты, которые имеют сухой кашель, проверяют себя на дивертикул именно бифоркационный, но он довольно-таки часто встречается, так как очень много заболеваний, встречающихся в пищеводе, находятся в ее нижней трети, которые в дальнейшем приводят к развитию дивертикула бифоркационного. Других симптомов у дивертикула пищевода бифоркационного, как правило, не бывает. И третья разновидность – это эпифренальный дивертикул. Он располагается над диафрагмой и симптоматически он схож со всеми заболеваниями желудка или же нарушением, когда имеется заболевание, связанное с нарушением проходимости пищи между пищеводом и желудком. Оно проявляется болью в эпигастрии, также проявляется изжогой, отрыжкой. Вот такие симптомы бывают у дивертикула пищевода эпифренального, и оно может довольно-таки легко диагностироваться при помощи, как и все дивертикулы рентгеновского исследования, с помощью бария. Сами по себе дивертикулы, они не приводят к патологическим каким-то изменениям, если в нем не развиваются осложнения. Как правило, дивертикулы бывают маленькими, когда не приводят к осложнениям. Но бывают такие осложнения дивертикулов, как дивертикулит, который наиболее часто встречающийся, это в 85% случаях. Следующее – это непроходимость. Следующее осложнение – это кровотечение. Дивертикул может перфорироваться или пенетрировать другой орган, или же малигнизироваться. Вот в этих ситуациях, а также при больших дивертикулах, рекомендуют оперативное мешательство. То есть, если у пациента дивертикул осложняется, и есть большие размеры дивертикула, то есть больше 5 см, то это лишь только является показанием хирургического мешательства. Остальные дивертикулы не являются показанием хирургического мешательства. Что проводят при дивертикулах? Какое мешательство? Это иссечение дивертикула пищевода. Иссекает эту область и проводит ушивание. Вроде бы тоже легкая операция, но в то же время, опять же, надо дойти до этого дивертикула, его изолировать от окружающих тканей, а окружающие ткани здесь жизненно важные все, и наложить грамотно-технические швы. Следующее заболевание – это гастроэзофагиально-рефлюксная болезнь. Имеется такое выражение, что если 20 век был веком язвенной болезни, то 21 век – век гастроэзофагиально-рефлюксной болезни. Что мы должны понимать под гастроэзофагиально-рефлюксной болезнью? Это хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением моторно-евакуаторной функции органов гастроэзофагиальной зоны, то есть пищевода и желудка, и характеризующиеся регулярно повторяющимся забросом пищевод, содержимого в желудок, а иногда и 12-перстной кишки, что приводит к появлению клинических симптомов, ухудшающих качество жизни пациентов, повреждающих слизистую оболочку дистального отдела пищевода с развитием в нем неороговевающего многослойного плоского эпителия, катарального или эрозивного эзофагита, а у части больных – метаплазией пищеводу Боретта, который является предраковым заболеванием. То есть при гастроэзофагиальном рефлюксной болезни вот этот клапан кардиально не срабатывает, и пищевая масса из желудка, кислая, как правило, попадает в пищевод и вызывает там в результате постоянного попадания метаплазию различную. Классифицируется рефлюксная болезнь следующим образом. Она бывает первичная, очень редко. Связана она с нарушением нервной пептидной регуляции моторики пищевода из желудка. Это очень редкая первичная рефлюксная болезнь. Как правило, она вторичная, связана она с развитием грыж пищеводного отверстия диафрагмы, либо стенозом привратника, либо при язвенной болезни, холециститах и так далее. По степени тяжести рефлюксную эзофагит различает несколько его степеней, которые классифицируются эндоскопически, что мы рассмотрим на следующем слайде. Вот классификация с аварии Миллера. Эзофагит бывает нулевой степени, когда нет признаков рефлюкса эзофагита. Первая степень. Имеется не сливающая эрозии на фоне гиперемии слизистой, занимающей менее 10% от окружности дистального отдела пищевода. Вторая степень. Сливающиеся уже эрозии, которые занимают 10-50% дистального отдела пищевода. При третьей степени имеются множественные циркулярные эрозивно-язвенные поражения пищевода, которые занимают всю окружность дистального отдела пищевода. При четвертой степени осложнение уже развивается. Это глубокие язвы, стриктуры или же пищевод Боретта. Зачем нам нужно? Для того, чтобы выбрать лечение. В зависимости от степени поражения пищевода эзофагитом выделяют при нулевой степени консервативное лечение. При первой степени проводят консервативное лечение, если нет эффекта, то хирургическое. А при развитии второй и четвертых степеней гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, то необходимо выполнять хирургическое вмешательство. Сегодня хирургическое вмешательство в большинстве развитых стран, в том числе и в Узбекистане, выполняется эндоскопически, то есть проведением лапароскопической операции по укреплению кардиального жома. Эта операция называется операцией Ниссона. В нашей клинике эти операции довольно-таки широко применяются, то есть имеются в виду лапароскопические. Раньше эти все вмешательства делались путем традиционной хирургии. Благодаря развитию современной хирургии стало возможным лечить очень много количества больных с гастроэзофагиальной рефлюксной болезью. Следующая патология, которая встречается при заболеваниях пищевода, это ахолазия кардии, или же мегаэзофагус, долюхоэзофагус, или идиопатическое расширение пищевода, или кардиоспазм. Вот столько названий у этого заболевания. Хотя друг от друга они, как бы, если вы будете изучать эту проблему дальше, они отличаются по своей структуре каким-то определенными моментами. Но в целом для студента пятого курса это ахолазия кардии, это нервно-мышечное заболевание, проявляющееся стойким нарушением рефлекторного открытия нижнего пищеводного сфинктера при приближении к нему проглоченной пищи. В норме вот этот сфинктер, он должен открываться при попадании пищи в ротоглотку, если она жидкая, через 1-2 секунды, а если это твердая пища, то примерно через 5-6 секунд. То есть есть такое рефлекторное открытие, что не бывает при ахолазии кардии. Как правило, в 75% случаях это заболевание, оказывается, носит психический характер, и, как правило, это заболевание встречается у лиц с психическими различными отклонениями. Но иногда бывает и воспалительного генеза эти изменения. И хотелось бы отметить, что на сегодняшний день генез этого заболевания, который встречается на втором месте после опухолей пищевода, до конца не изучен. И, как правило, характер психологический этого заболевания подтверждает то, что это заболевание чаще встречается у лиц городского населения. Наиболее характерными симптомами ахолазии кардии является дисфагия, как уже выше сказано, которая характерна для всех заболеваний. Это необходимость принятия пищи, которая повышает внутрипросветное давление, чтобы протолкнуть эту пищу. Следующее – это регургитация через несколько часов после еды, либо ночная, если ночная, то это, как правило, сразу после еды. Это боли. Болевые кризы не связаны с едой. Боли при глотании, парастезии, зуд, тошнота, рвота, похудание. И могут развиться различные осложнения. Это переход рак, нарушение дыхания. Это эзофагит. Из-за того, что больные не могут принять пищу, они резко худеют, развивается дистрофия различных органов. Различают четыре стадии ахолазии кардии. Первая стадия – это функциональный непостоянный спазм кардии. Расширение пищевода здесь не наблюдается. Вторая стадия – стабильный спазм кардии с нерезким расширением пищевода. При третьей стадии – рубцовое изменение мышечных слоев кардии с выраженным расширением пищевода. И четвертая стадия – резко выраженный стеноз кардии с дилатацией пищевода, частая и сообразная форма с эзофагитом. Хотелось бы отметить, что вот эта градация позволяет нам выбрать метод лечения. Если при первой стадии мы можем проводить еще консервативную терапию, это различные препараты плюс гипнозы, психологические различные убеждения, то во второй стадии и далее нам требуется оперативное вмешательство. Это во второй стадии различные, может быть, малоинвазивные вмешательства в виде различных бужирований или проведением современных средств паралича спазма кардии. Это ботулотоксин введение или же проведение эндоскопической операции Геллера. При третьей-четвертой стадии эти операции, как правило, бывают неэффективными и рекомендуется, как правило, пластика пищевода, то есть удалить весь пищевод и замести ее другим полным органам, в частности, желудком или же толстой кишкой. Здесь на данном слайде вы видите картины кардиоспазма или ахолазии. Кардия – это вторая степень, вот небольшое идет расширение уже пищевода, при третьей, как вы видите, расширение пищевода еще больше, а при четвертой стадии идет практически как бы продолжение желудка, можно сказать, в средостене. Вот такое С-образное большое увеличение пищевода. Здесь показаны методы лечения ахолазии кардии. Это применение различных пневмодилататоров типа САПИ, когда на конце баллона, то есть зонда имеется баллон, при помощи которого, как на данном слайде вы видите, проводят накачивание воздуха и расширение с разрушением тканей сфинктера кардии и дилатация этой области. Ну, более современным сегодня считается введение ботулотоксинов под слизистую оболочку. Этим достигается паралич мышц этой области, и тем самым на какой-то период, в течение 6-7 месяцев, происходит как бы восстановление пассажа пищи из пищевода в желудок. Как я уже сказал, применяются еще и малоинвазивные оперативные вмешательства, в частности, это операция Геллера. Это проводит кардиомиотомию, то есть рассекают мышцы кардии, кардиального отдела пищевода из желудка, рассекают ее продольные и циркулярные мышцы, тем самым разрушая сфинктерный аппарат кардии, и затем его прикрывают стенкой желудка для того, чтобы не вызвать несостоятельность, значит, этой области пищевода. Эта операция называется операцией Геллера, которая сегодня выполняется лапароскопически. Ну, еще более современным считается эндоскопическое, то есть путем проведения гибкой эндоскопии ныряют, то есть вскрывает слизистую оболочку, заходит под слизистый слой и проводит разрушение мышц, которые при операции Геллера, если мы выполняли ее снаружи, то при эндоскопическом его варианте ее выполняют изнутри, которое считается более прогрессивным лечением именно этого заболевания, то есть ахолазии кардии. Но если эти методы не помогают, как я уже сказал, необходимо выполнить удаление пищевода и ее пластику другим полом органам желудочно-кишечного тракта. Следующее заболевание – это доброкачественные и злокачественные опухоли пищевода, которые наиболее часто встречаются среди заболеваний пищевода. Среди доброкачественных опухолей пищевода, они встречаются 5-6% от всех опухолей ЖКТ, наиболее распространенными являются аденомы, папиломы, полипа пищевода. Реже встречаются миксомы, рапдомиомы, леомиомы, гемангиомы. Ну, проявляются они с такими симптомами, как и все заболевания пищевода, это дисфагии. Методы его выявления уже ранее сказаны, это проведение рентгеновского исследования, особенно эндоскопии, с ультрасонографией и компьютерной томографией. Лечение доброкачественных опухолей пищевода только хирургическое. Удаляет эту опухоль, ну, как я уже сказал, вроде бы операции они сами на пищеводе очень такие, как будто бы безобидные, но на самом деле, учитывая расположение пищевода и анатомическую особенность пищевода, они очень часто могут привести к различным осложнениям, которые в дальнейшем могут привести к летальному исходу. Но основное заболевание пищевода – это рак пищевода, который в структуре заболевания пищеводительного тракта составляет 5-7%, и смертность от рака пищевода ввиду других злокачественных заболеваний достигает 5-6%. Это по сравнению с другими злокачественными заболеваниями. Более подробно о раке пищевода вы пройдете на курсах онкологии, поэтому вот такие, значит, могут встречаться заболевания пищевода, которые требуют в коей-то мере где-то терапевтического подхода, а где-то в большинстве случаев хирургического подхода. Значит, переходим к заболеваниям средостения. Средостение – это сложная анатомическая область, которая располагается между правой и левой медиастинальной плеврой. Здесь располагаются наиболее жизненно важные органы человека, поэтому эта область, хоть и маленькая, но имеет громадное значение и для вообще в целом в организме, и поэтому любое хирургическое вмешательство или заболевание, встречающееся в этой области, может привести к грозным и очень часто к фатальным осложнениям, поэтому изучение этой области, хотя и очень сложное, но в то же время очень интересное. Многие заболевания, которые здесь могут встречаться, вы уже прошли, это в частности заболевания легких, это трахея, это пищевод, это заболевания сердца в виде ишемической болезни сердца, это пороки развития. Ну, кроме этого, вы знаете, что здесь проходят, находятся такие жизненно важные органы, как аорта, это крупные вены, нервные волокна, плюс и грудной лимфатический проток. Поэтому изучение этой области очень долгое время, как вы уже сами поняли, была недосягаемой для хирурга, и до сих пор идут изучения этой области и различные хирургические вмешательства, они до конца не имеют как бы своей полноценной технической характеристики и часто очень заканчиваются осложнениями, поэтому выполнять там вмешательство, то есть на органах средостения, не всем хирургам в принципе позволено. Само средостение имеет границы, задней границей средостения является грудной отдел позвоночника и шейки ребер, передней это грудина, внизу диафрагма ограничивается, средостение ограничивается диафрагмой, а верхнюю границу по сути средостения не имеет, оно соответствует ключицам или верхней границе рукоятки грудины, и оно без какой-либо границы переходит в клетчатые пространства, шеи, поэтому верхним уровнем средостения считается верхний край рукоятки грудины. На этом слайде показаны верхние границы средостения, на этом слайде представлены нижние границы средостения, это диафрагма, а это передняя граница средостения, здесь должна быть грудина, но ее как бы нет, но схематически вот это показано. И боковые границы средостения это медиастинальная плевра. хирургии средостения подразделяют на передние и задние. граница между этими отделами это фронтальная плоскость, проведенная через трахею и корни легких. В переднем средостении располагаются сердце сходящими и впадающими в него крупными сосудами, это перикар, дуга орты, кроме этого тимус диафрагмальные нервы и диафрагмально-перикардиальные кровеносные сосуды, это лимфатические узлы. В заднем средостении находится пищевод, грудная часть аорты, грудной лимфатический проток, веноазигус, хемиазигус, блуждающие нервы и задние средостенные лимфатические узлы. Так мы разделили средостения на передние и задние, но по парижской номенклатуре различают кроме этого верхние и нижние средостения. В нижнем средостении кроме переднего и заднего выделяют средние средостения, куда относим мы сердце. Значит, каково деление средостения на верхнее и нижнее? Для этого нужно провести горизонтальную линию от четвертого грудного позвонка в сторону грудины. Как правило, она заканчивается на границе между телом и рукояткой грудины, то есть в области его сочленения. То есть вот эта линия, проходящая через четвертый и пятый грудной позвонок, разделяет средостения на верхнее и нижнее. Для чего это деление необходимо? Для того, чтобы определить, учитывая, что многие заболевания средостения, опять же, как и при заболеваниях пищевода, это опухоли, определить симптомокомплекс заболеваний, которые находятся в этой определенной области. То есть если мы видим дыхательные различные нарушения, то мы говорим, что речь идет о переднем и верхнем средостении. Если идет нарушение глотания и так далее, то речь идет о заднем средостении. Если идет нарушение со стороны сердца, какие-то изменения, то мы говорим о переднем, нижнем или среднем средостении. Методы исследования средостения – это рентгенологическое исследование, куда входит рентгеноскопия, компьютерная томография, в первую очередь, это ангиография, это газовая медиастинография. Следующий – это трезбронхиальная пункция, это торокоскопия. Путем проведения торокоскопии вы можете посмотреть, что находится, то есть какие изменения могут проходить в средостении, но, конечно же, опять же, это уже будет несколько косвенно, чем проведение непосредственно медиастиноскопии. Ну а медиастиноскопия – она очень сложная манипуляция, ввиду того, что вы вводите оптику в то место, где находится очень много жизненно важных органов. Если вы не ориентируетесь в этом пространстве, то вы можете повредить эти органы и вызвать смерть пациента в результате обычной диагностики. Ну а также выполняет различные аспирационные биопсии, трансторакальные или парастернальные медиастинотомии, которые очень, может быть, сказать, сегодня очень редко применяются. Значит, заболевания средостения можно разделить следующим образом. Это все те заболевания, которые имеются в этих… то есть заболевания всех этих органов, которые встречаются в средостении. Как я уже сказал, это пищевод и трахея, которые мы уже прошли, это заболевания сердца, которые также мы прошли. Остается ряд заболеваний, связанных с общими заболеваниями средостения. А в частности, это повреждения средостения, это воспалительные заболевания средостения, опухоли и кисты средостения. Об их истории, то есть об историях заболеваний средостения, вы можете как бы судить по той истории, которую мы рассказывали вам при прохождении каждых из этих нозологий. То есть, когда мы проходили, опять же, заболевания трахея, пищевода или же сердце. Значит, повреждения средостения могут быть закрытыми и открытыми. Закрытые травмы – это практически всегда бывает с кровоизлияниями. Они бывают, как правило, при сильном ударе снаружи. И, как правило, это автотравмы, когда пациент находится на передних сиденьях автомобиля и ударяется на бампер или руль, значит, автомобиля. Внутреннее кровоизлияние может привести к сдавлению жизненно важных органов. Это, как правило, тонкостенных вен. При сдавлении возвратного нерва возникает сухой кашель, осиплость голоса. При сдавлении пограничного симпатического ствола – синдром Горнера. То есть, закрытые травмы грудной клетки, кроме болей, могут сопровождаться симптомами с давлением, характер которых зависит от того, какой орган сдавливается. Открытые травмы – это колото-резанные травмы. Они непосредственно прямо, очень редко встречающиеся явления, так как спереди средостение защищает грудина. Как правило, травмы открытые бывают с повреждением органов грудной клетки. И если идет уже повреждение органов средостения, то, как и любое повреждение, оно протекает с кровотечением или развитием воздушной симптоматики, если идет повреждение воздухоносных органов. И в результате возникает медиастенальная эмфизема. Ну, как любая открытая травма, она требует хирургического вмешательства. То есть, открытые травмы сочетаются явлениями кровотечения и медиастенальной эмфиземой. Лечение повреждения средостений. Если у нас закрытые травмы, то проводим нормализацию функций жизненно важных органов, проводим противошоковую терапию, проводим восстановление, если есть нарушенная каркасная функция грудной клетки, путем вытяжения или применением искусственной вентиляции легких. Показанием к хирургическому лечению является сдавление жизненно важных органов с нарушением их функции. Это разрывы пищевода, трахеи, главных бронхов, крупных кровеносных сосудов. Ну, сами понимаете, очень редко, если идет такое повреждение, все заканчивается благополучно. Зачастую такие пациенты погибают на месте полученной травмы. Открытые травмы, опять же, если идет повреждение крупных сосудов, то, как правило, мы должны выполнить, то есть не только крупных сосудов, но и любого сосуда, если идет колото-резанное ранение или же воздухоносного путей, необходимо выполнить оперативное, срочное хирургическое вмешательство. Следующее заболевание – это острый медиастенит. Это острое гнойное воспаление клетчатки средостения, протекающее в большинстве случаев в виде флегмоны и гораздо реже в виде ограниченного гнойника абсцесса. Чаще всего острый медиастенит возникает в результате открытых повреждений средостения, перфорации пищевода инородным телом при инструментальном исследовании трахеи или главных бронхов, а также при несостоятельности швов после операции на пищеводе или при распространении флегмоны шеи на клетчатку средостения. В клинике острого медиастенита, как и других острых воспалительных заболеваниях, бывает высокая температура со знобом, одышка, колющиеся боли в груди и шее, при перфорации пищевода трахея или бронхов возникает пневмо медиастенум, высокий лейкоцитоз бывает, увеличение соя, расширение тени сердца. Иногда бывает такое осложнение, если эти симптомы увидите у больного, который получил травму грудной клетки, либо была выполнена операция на трахеи или пищеводе, либо у него было открытое колото-резаное ранение, то вы уже начинаете думать, что не возникло ли медиастенит у этого пациента. Но иногда бывают такие ситуации, когда клиника медиастенита, как правило, при перфорации пищевода, возникает внезапно. Эта ситуация называется спонтанный разрыв пищевода, который развивается при употреблении большом количестве еды и развитии рвотного рефлекса, когда повышается резко давление в желудке и открытие кардиального сфинктера приводит к резкому расширению и нарушению целостной системы пищевода, и пищевод рвется буквально спонтанно, и развивается клиника медиастенита. Это очень редкое осложнение, но встречающееся в наши дни. Вот если у них имеется вот такая симптоматика, особенно это появление пневмомедиастенома, это говорит о развитии острого медиастенита. Лечение острого медиастенита консервативное с применением хирургических методов. Это проведение антибактериально-дезинтоксикационной терапии, проводится инфузионная терапия, параэнтеральная и энтеральное питание. Ну, хирургическое лечение направлено на устранение причин, вызвавшие заболевание, и дренирование средостения, которое выполняет шейным, транстаракальным или лапаротонным доступом. Ну, как я уже сказал, хирургическое лечение направлено на устранение, вызвавшее заболевание. Если имеется повреждение, например, бронхов, то необходимо ушивание этого бронха. Если есть повреждение пищевода, то и ее ушивание. А затем проведение различных, значит, дренирующих методов, а также консервативного лечения. На данном слайде вы видите проведение дренирования средостения через шейный доступ. Проводится лаваш. К большому сожалению, острый медиастенит в 95-97% случаев заканчивается детальным исходом, вследствие того, что воспаление переходит на сосуды, развивается аразивное кровотечение, и больной, как правило, погибает, если не от этой интоксикации, то от массивного кровотечения. Если больной с острым медиастенитом выжил, то может развиться хронический медиастенит, либо, может быть, он, хронический медиастенит, развиться вследствие специфических заболеваний организма, таких как туберкулез, актиномикоз или сифилис. Ну, также выделяют медиастенит неясной этиологии. Это идиопатический склерозирующий медиастенит, когда идёт разрастание соединительной ткани в средостене. Хронический медиастенит наблюдается, сами понимаете, крайне редко, чем острый медиастенит. Клиника – это суфибрильная или нормальная температура тела, это неинтенсивные боли в груди, разрастание внутригрудных лимфатических узлов, которые могут привести к сдавлению жизненно важных органов. Это трахея, пищевод, бронхи или верхнюю полую вену. Вот если идёт сдавление этих органов, то необходимо применить хирургическое лечение. Но хронический медиастенит вообще лечится консервативно путём проведения противотуберкулёзной либо актиномикозной терапии или лучевой терапии. Следующие, наиболее часто встречающиеся, это в 95% случаях заболевания средостения, это различные опухоли самого средостения. Как я уже до этого различил средостения на различные его отделы, это верхний, нижний, передний, средний, задний, мы хочу сказать, что в верхнем средостении чаще распоблагаются тимомы, загрудинный зоб и лимфомы. В переднем средостении различают тимомы, дермоидные кисты, мезонхимиальные опухоли. Средний отдел средостения – это, как правило, всё, что связано с сердцем. И в заднем средостении чаще встречаются это нейрогенные опухоли и реже энтерогенные кисты. На данном слайде вот показаны передний, верхний отдел средостения, где располагаются тимомы, загрудинный зоб, лимфомы, средний отдел – это, как правило, заболевания сердца, и задний отдел – это опухоли нервной ткани или различные кисты. На данном слайде вы видите классификацию опухолей и кист средостения. В первую очередь они могут быть первичными, эти опухоли, вторичными, то есть они могут быть метастатическими. Опухоли вилочковой железы, они относятся к первичным опухолям средостения. Затем к первичным опухолям относятся различные нейрогенные опухоли. Это герминогенные опухоли, это опухоли из лимфоидной ткани, мезинхимиальные опухоли и другие первичные опухоли или опухолеподобные состояния, которые показаны здесь. Это экстрамедулярный гемопоэз, болезнь Кастельмана и другие заболевания тимуса. Ну и, как я уже сказал, еще и различают метастатические поражения опухолями средостения. Значит, среди первичных опухолей средостения большая часть из них – это все-таки злокачественные опухоли. Реже встречаются доброкачественные. Соотношение между ними – это 1 к 4. На данном слайде представлена рентгенологическая картина опухолей средостения. Отличительным моментом на рентгенограмме поражения средостения является то, что органы средостения выходят за контуры границ грудины. То есть грудина остается, а контуры средостения усиливаются. В таких ситуациях сегодня выполняют компьютерную томографию, которая довольно-таки легко выявляет опухоль средостения. Если эта опухоль очень большая, то источник его выхода определить бывает очень трудно. Даже несмотря на то, что вы проводите компьютерную томографию и МРТ, как показано на данном слайде, какой это орган, все-таки ответить на данный вопрос становится очень трудным. Поэтому лечение новообразования средостения должно строго идти по морфологической верификации. То есть чтобы определить, какое лечение назначить пациенту, необходимо все-таки верифицировать эту опухоль. Для верификации этой опухоли применяют трансторакальную пункцию, трансбранхиальную пункцию, медиастеноскопию и, наконец, если нету этих малоинвазивных вмешательств, то медиастенотомию парастернальную. На данном слайде показана трансторакальная пункционная биопсия. Она показана в случаях, когда опухоль средостения примыкает к грудной клетке. В случаях, когда она изолируется легкими, то проведение трансторакальной пункционной биопсии не всегда бывает оправданным. Оно приводит к пневмотораксу, может привести к пневмотораксу и тяжелым осложнениям. На следующем слайде показана медиастеноскопия, то есть проведение исследования эндоскопом средостения и медиастенотомия, проведение разреза парастернально и взятием биопсии тезообласти. Конечно, проведение медиастеноскопии с взятием биопсии, оно бы считалось бы идеальным, но, как я уже ранее сказал, учитывая, что здесь нам полагаются очень жизненно важные органы, мы можем повредить эти органы и привести к летальному исходу. А медиастенотомия, хотя она проходит под вашим зрительным контролем, но она считается травматичным методом. Весьма перспективным методом является проведение трансбронхиальной биопсии, когда во время бронхоскопии при наличии у бронхоскопа ультразвукового датчика вы через стенку рахеи или бронха проводите пункцию и забор материала для проведения гистологического исследования вот этого увеличенного какого-либо образования. И таким образом вы верифицируете диагноз и проводите соответствующую химию или лучевую терапию. Лечение образования средостения зависит от его варианта. При доброкачественных опухолях и кистах необходимо хирургическое вмешательство, за исключением случаев, когда имеются небольшие липомые или целомические кисты перикарда и нету их роста. Хирургическое вмешательство, цель его заключается в том, чтобы предотвратить перерождение доброкачественного опухоли в злокачественной и, второе, предотвратить синдром сдавления органов средостения. Ну а лечение злокачественных опухолей средостения зависит от вида опухоли. Чаще надо стремиться все-таки выполнять хирургическое вмешательство, но оно осуществимо лишь у 30-40% больных, так как зачастую опухоли средостения выявляются, когда появляются симптомы сдавления какого-либо органа, а это уже большие размеры опухолей. Ну, сами понимаете, что бы было бы, что доброкачественного, что злокачественного опухоль, выполнить операцию на органах средостения не всегда бывает легко. Она травматичная операция, ну и может сопровождаться повреждением рядом расположенных жизненно важных органов. Поэтому, когда даже имеется сдавление, мы выполняем это оперативное вмешательство, но наша операция, как правило, она палиативна и направлена на ликвидацию эффекта сдавления. Но в дальнейшем проведение химиотерапии, как бы, может быть, пролонгирует жизнь пациента. Более подробно о лечении злокачественных опухолях средостения вы получите информацию при прохождении курса онкологии. На этом лекция по заболеваниям пищеводы и средостения завершена. У кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо за внимание.